Всем привет! Добро пожаловать на канал! Сегодня я буду шить летнее платье под названием Рекина по выкройке сайта Вики Севс. Ссылку на выкройку я оставлю внизу под видео. Я посмотрела в инстаграм уже готовые платья, которые шили девочки. Мне очень оно понравилось и поэтому я решила шить такое же платье и себе. Платье я буду шить из хлопковой ткани с добавлением лайкры. Я заказала отрез размером 1,60 м при ширине 1,45 м. Также у платья есть подъюбник и подъюбник также я буду шить из хлопковой ткани с добавлением лайкры. Я уже подготовила выкройку платья, а также выкройку подъюбника. И теперь переношу все детали выкройки на ткань. И также переношу на ткань все контрольные точки с выкройки. Выкройка уже дана с припусками, поэтому обвожу все детали и вырезаю. Также переношу выкройку подъюбника и тоже вырезаю. Я уже подготовила все детали платья. У меня получаются две детали лифа платья. Также одна деталь переднего и одна деталь заднего полотнища юбки. Также две детали обтачки горловины. И две детали для обтачки горловины из дублерина. И сначала я продублирую обтачку горловины. Также дублирую разрезы на юбки. Это срезы на переднем и заднем полотнища юбки. Теперь скалываю булавками вытачки. Также сметаю и стачиваю на швейной машине. Вот так у меня получилось. Теперь необходимо приутюжить вытачки и заутюжить их к центру полочки. Вытачки у меня уже готовы. Теперь обрабатываю на оверлоке на лифе платье срезы на спинке. Я уже обработала срезы. Теперь складываю их лицевой стороной вовнутрь. Скалываю булавками. И стачиваю на швейной машине. Затем также необходимо приутюжить припуск. И разутюжить в разные стороны. Продолжение следует... Теперь мне необходимо подготовить обтачку горловины. Также обрабатываю срезы на обтачке со стороны спинки. Теперь складываю обтачку лицом к лицу. Также стачиваю на швейной машине. Затем необходимо также приутюжить припуск. И разутюжить припуск в разные стороны. И теперь также обрабатываю внешнюю деталь обтачки на оверлоке. Теперь складываю деталь обтачки и деталь лифа лицом к лицу. Скалываю по срезу булавками. Также совмещаю контрольные точки. И стачиваю на швейной машине. Продолжение следует... Продолжение следует... Подрезаю немного припуск обтачки. Где-то на 0,5 мм. Теперь необходимо приутюжить припуск и заутюжить его на сторону обтачки. Продолжение следует... И теперь прокладываю строчку по детали обтачки на расстоянии 1 мм от шва. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь складываю лифт платья лицевой стороной вовнутрь. Скалываю срез на рукаве. Также боковой срез на платье. Сначала сметаю. И затем буду стачивать на швейной машине. Также совмещаю контрольные отметки. Продолжение следует... 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 Притачиваю на швейной машине на расстоянии 1 миллиметра от края. Также оставляю небольшое отверстие, чтобы потом продеть резинку. Продолжение следует... Продолжение следует... Лифт платья у меня уже готов. И теперь я буду шить нижнюю часть платья. Теперь обработаю на оверлоке боковые срезы полотнища юбки. Переднего и заднего полотнища юбки. Также необходимо их затем приутюжить. Теперь складываю переднее и заднее полотнища юбки. Скалываю по боковым срезам. Сметаю. И стачиваю на швейной машине до контрольных отметок. Продолжение следует... Вот так я уже стачала. Теперь необходимо приутюжить припуск и разутюжить в разные стороны. И теперь приутюжим припуски разрезов. Теперь притачиваю припуски разрезов к юбке. Продолжение следует... Продолжение следует... теперь также подгибаю низ платья при утюжу и притачиваю на швейной машине на расстоянии два с половиной сантиметра от скиба теперь беру детали подкладки складываю их лицевой стороной вовнутрь скалываю булавками по боковым срезам стачиваю на швейной машине и затем также срезы обрабатываю на оверлоке теперь необходимо приутюжить припуск низ подъюбника также обрабатываю на оверлоке и приутюживаю теперь выворачиваю юбку на изнаночную сторону подъюбник на лицевую сторону скалываю по верхнему срезу также совмещаю контрольные точки скалываю булавками сметываю и стачиваю на швейной машине и припуск также необходимо приутюжить москалываю по боковым срезам стачиваю на швейной машине и припуске скалываю на швейной машине и на стоимости Продолжение следует... У меня готова уже верхняя и нижняя часть платья. Теперь выворачиваю юбку на лицевую сторону. Лиф платья на изнаночную сторону. Скалываю по срезу. Скалываю срез юбки и срез лифа платья. Совмещаю также контрольные точки. Скалываю булавками. Сметаю. И стачиваю на швейной машине. Стачиваю на швейной машине на расстоянии 1,5 см от края. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот так я уже стачала. Теперь приутюжу припуск и обрабатываю его на оверлоке. Теперь приутюжу припуск на сторону лифа платья и притачиваю припуск к лифу платья на расстоянии 1 см от шва стачивания лифа платья и юбки. Прокладываю строчку по кругу. Также необходимо оставить небольшое отверстие, чтобы потом продеть сюда резинку. Вот так я уже проложила строчку по кругу. И теперь вдеваю сюда резинку. Также вдеваю резинку в подгибку на рукавах. И мое платье готово. Вот такое получилось у меня нарядное летнее платье. Я ничего не меняла в выкройке. Только сделала пулиску полностью по кругу. И полностью по кругу вставила резинку. Если вам понравилось платье, ставьте палец вверх. Поддержите меня пальцем вверх. Буду вам очень благодарна. Также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Впереди будет много новых интересных видео. Также жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Подписывайтесь в инстаграм. На этом все. Я с вами прощаюсь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok